не знаю может быть в ванной что ты сказала женья стой подожди на самом деле она просто бесится что я постоянно здесь я понимаю я тоже хочу домой неужели артем возьмет вот так вот и выгонить тебя из квартиры ну а что мне на него в суд подать да ладно это ненадолго да откуда ты знаешь со светкой ужиться невозможно никто не знает почему просто закон природы да не переживай ты тёмыч вкурит куда попал и я с ним поговорю все будет норм я не переживаю лесная 53 да фролова марина эдуардовна есть такая посылка распишитесь а ничего что я не она я все равно доставлены по адресу спасибо твою мать ну нафталин кто за это деньги платит слушать марина платит она собирает такое и что делать на меня так ненавидит ну давай на клей посадим она же в старое зрение плохое не заметит наверно или подумать что так и было да так нельзя это нечестно что ты говоришь нечестно ты понимаешь что я выслушал за тебя женькой я тебя предупреждал предупреждал или нет ну мы же ничего такого не не делали я знаю ты понимаешь как ты протупил ее менты привезли лёня и теперь она под домашним арестом в школу и назад школу лёня ей 13 лет извращенец и чем мы только на party хотели пойти ну ничего такого не уйди отсюда дорогой ну что в парк мишка обещал что колонку притащит тусим девчонки я не могу у меня дела сори ладно пока что не получается потусить со своими придурочными друзьями наша бедная женичка по домашним арестом кто бы вякал у тебя все твоя жизнь домашний арест потому что тебя вообще друзей нет есть эти фрики не считаются они вообще принципе не люди как не орк так гоблин это образы от вы друзья по-настоящему уроды дегенераты о женька привет парк идешь там все собираются да нет только если что без лишних хвостов хвосты рубим на корню ну пока 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 о мясо да а что тебя удивляет да так ну просто тёлки девочки обычно овощи точат ну там фигуры и все такое да и не говори у меня соседка была вегетарианка так она запрещала мясо держать холодильнике типа мой холодильник мои правила дура поэтому вы поругались не только но тут мне очень хорошо живи спасибо а как у тебя дела с той из монголии она не из монголии а дела не спрашивай пристает все время знаешь как это называется как сексуальное домогательство не я же мужчина это дискриминация чего если бы мужчина так приставал к женщине она бы подняла бой смотря какая женщина а вдруг ей нравится тебе нравится мне нет так почему ты должен терпеть пожалуйста начальнику кушать подано круто дэн не готовил так мы с ним в основном на пицце жили не жалеешь что он ушел я нет чего тебе читала книгу молока захотелось книгу молока а что такого слишком здоровый образ жизни для любительница зажигать по ночам мы с леней ничего такого не делали мы даже пиво не пили ты ним то панамкой прикрой а слеп уже если они хотя бы вранье согласовывали в показаниях уже путаетесь это не вранье дебил и извини это как-то случайно вышло бывает ты ты совсем не дебил это было очень грубо и некрасиво и простишь меня проехали малявка прикидывается припевочкой ты о чем ты меня простишь я хотел и стакан молока я святая ну думаешь она врет да к гадалке не ходи ты же посадил ее под замок ни телефона ни интернета полный галяк что делать можно конечно выпендриваться а можно вести себя хорошо пусть мама думает что добилась своего успокоится а дальше а что дальше а ничего может она конечно действительно исправилась ну я надеюсь ты поговорил с Артемом сейчас это бессмысленно ты что так все и оставишь да нет конечно только тут разговорами ничего не добьешься тут надо действовать беспощадно эй что ты делаешь это не будет не будет не будет не будет Жасный рейнджер может победить Дарта Вейдера, когда захочет. Точняк, рейнджер всем навешает. Разве это хорошо? Всем навешать и никаких проблем, да? Тожество силы. Фашист. Малявка. Обезьяна. Да хватит уже. С каких пор ты его защищаешь? Каждый имеет право на свое личное мнение. Даже тот, кто нам не нравится. Хорошая попытка. Так хочется погулять. Я не поэтому. Я действительно так думаю. Везунчик меня надул. Кто? Продавец на сайте. Там у всех ники. Завысил цену? Нет. За такую редкую статуэтку цена вполне разумная. Но она разбита. На почте разбили? Не думаю. Она склеена, но очень грубо. А товар был заявлен в идеальном состоянии. Может уберешь за собой? Конечно. Ну ты же не доел. Извини, чувак. Дела. Борьба со злом. Надо навалять кое-кому. Здорово. Ну что, удачи в борьбе. Трудно поставить в мойку. Я поставлю. Всем пока. Спасибо. Увидимся. Ты разберешься с Везунчиком? Конечно. Пап, напишет разгромный отзыв на сайте и убьет его репутацию. А репутация – это все. Света? Света, ты здесь? Эй! Света, ты здесь? Да. Что? Есть вопросы? Там техническое задание, оно… Оно что? Ну, оно… сторонное… Вопрос в чем? А? А… А вопрос? А… А… Пока нет вопросов. А у меня есть. Почему твой идиотизм отнимает у меня рабочее время? Здравствуйте. Ты что творишь? Мы же на работе. И что? Ничего. Пожалуюсь на тебя. Кому? К шефу. А давай сразу вон. Здесь тебя за идиота уже считают, а там еще нет. Это ни в какие ворота не лезет. Я сейчас вымою. Ни разу в жизни. Так не краснело. Даже в нашу первую встречу? Хватит поясничать. Я написала негативный отзыв про разбитый товар везунчика. А он обвинил меня во лжи. Хамство. Да ладно. Мало ли кто что напишет. Если расстраиваться по пустякам. Это не пустяк. Это возмутительно. Я не собираюсь платить за испорченную вещь и терпеть такую наглость. У меня есть обратный адрес. Я собираюсь кое-кого навестить. А он что живет в нашем городе? Сейчас сюда. И это все упростит. Да ладно. Неужели это так важно? Да, важно. Но дело даже не в деньгах. В моем деле нет ничего важнее безупречной репутации. Ну, тебе-то этого не понять. Да отстань уже от меня. Мне нравится, когда ты злишься. Так заводят? Мне не нравится. А тогда в ванной все нравилось. Темыч, мне нужен ключ от моей комнаты. Там нет замка. Не валяй дурака. Кто поставил замок? Ты или Светка? Я не в курсе. А кто такая Светка? Одна чокнутая, которая с ним живет. Она не чокнутая. Ты с ней живешь? Нет. То есть да. В разных комнатах. Не переживай. Скоро будет жить в одной. Уж она это устроит. Шалава? Скорее дура. Ну, тогда понятно. Нашла себе пару. А тебя чего калышит? Это моя комната. По факту ты живешь с Тиной? Нет. Ты ночуешь там все время. О, это уже серьезно. Я работаю по ночам. Врешь. У тебя в основном дневные смены. Еще он забрал игровую приставку. Вообще по-взрослому. Я не живу у Тины. Получается меня просто выгнали, блин, из моей квартиры. Приставку ты забрал неделю назад. Взял поиграть и что? С этого все начинается? Тебя забыли, блин, спросить. Ты уже на стадии отрицания. Через гнев, торг и депрессию в конце концов смиришься? Тебе есть где жить? Вот и живи там. А мне пора работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну. Значит так. Я просто хотела вам сказать. Это очень некрасиво. Спасибо. С вашей стороны, в описании испорченного товара указывать на его идеальное состояние. А потом на справедливое замечание писать хамские отзывы. И еще. Мужчине не подобает. Понятно. Мам, это к тебе. Везунчик. Мама? Мама? Это вы, везунчик? Кто спрашивает? Крэйзи мэрия. Вы написали мне идиотский отзыв. Справедливый. Ни черта подобного. Расскажите, как вот это можно назвать идеальным состоянием? Этого не было. Может, разбили при перевозке? Вы хотите сказать, она разбилась и сама себя склеила? Понятия не имею. Может, кто-то разбил и хотел замести следы? Да. Возможно. К тому же, я никогда бы не послала плохой экземпляр именно вам. Вы меня знаете? Крэйзи мэрия. Вы кошмар всей моей жизни. Скупаете все лучшее на корню. Меня постоянно обходите. Последний раз с милой пастушкой. Я за ней год охотилась. Да. Редкая вещь. Скажите, вы уже собрали всю коллекцию Ваттагина? Еще нет. И мне когда-то не хватало только двух экземпляров. Ладно. Я верну вам деньги. Или если хотите. Могу заменить. Серьезно? Вот. У меня есть еще одна. Точно такая же. Господи. Это же сокровище. Так что Дэн поживет с нами, пока не решится вопрос с его комнатой. Ты хочешь сказать, что у Дэна в комнате кто-то поселился, а он ни сном ни духом? Не кто-то, а конкретно человек. Ей зовут Света. А кто тебе сказал? Дэн. Что ага? А может он все выдумал с этой Светой? Нет. Она существует. И я ее знаю. Я не про Свету. Я вообще про ситуацию с комнатой. Зачем ему это нужно? Да чтобы жить у тебя и не платить за квартиру. Нет. Дэн бы так не сделал. Я так делала, когда была в его возрасте. Ладно. Я этим не горжусь. Но времена были. Тяжелые. Девяностые. Платили копейки. А жилье снимать надо. А тот чувак только через полгода понял, зачем я к нему переехала. А я сэкономила кучу денег. Дэн ко мне не переехал. Да? А где он ночует последнюю неделю? Где он завтракает? Ну, это временно. Привет. О чем же общитесь? Дэн переехал к Тине? Нет. Тина. Это уже даже не смешно. Но у него проблемы с комнатой. Угу. Там поселилась какая-то Света. Ему бедненькому негде жить. И поэтому он живет у тебя? Просто отлично. Может ты его еще и прописала? Так. Все. Хватит. Он ко мне не переехал и не собирается. Ясно? Ну, по крайней мере, он бы со мной это обсудил. Угу. Взрослые люди так и делают. Вот именно. Взрослые. Я помогаю с детьми. Готовлю. Убираю. Здорово, что вы так помогаете своей невестке. Не сказала бы, что она это ценит. Должна быть вам благодарна. Ну, возможно. Только сейчас она немного занята. Работа? У нее появился мужчина. Точнее, парень. Ребенок, по сути. На пятнадцать лет младше ее. Понятно. А у Гали, моя дочь, вы ее видели. А у нее все наоборот. Нашла себе мужика моего возраста. Ого. Старшая на двадцать лет нигде не работает. Но Галю это не волнует. Мам, я его люблю. Миленько. А как вы справляетесь? Сроком. Я не хочу показаться бестактной. Разве это можно сказать? Вы проходите курс? Не имеет смысла. Это все обезболивающее. Простите. Да за что? Все там будем. Кто-то раньше, кто-то позже. Выберите, что вам нравится. Вы серьезно все это продаете? Ну, иногда покупаю. По старой привычке. Но Свете в последних новостях из клиники решила, что не стоит над ними чахнуть. Пусть найдут себе хороший дом. Вы их очень любите. Правда? ЗВОНОК В ДВЕРЬ О, привет. Ты дома? Да. Записи нет. Отлично. Ну, и как там военные действия? Облом. Почему? Хотел вышвырнуть Светкино барахло, а она врезала замок. Ну, это же твоя комната. Я знаю. Ты не знаешь, где мой мобильный? Где-то здесь. Прости за беспорядок. Ну, не страшно. Страшно. Это твоя комната, а я устроил бардак. Бывает. Надо еще заняться твоим бухучетом. Прям сейчас? Ну, я же не могу здесь бесплатно жить. Жить? Ладно, я побежу. До вечера. Привет, Дэн. Привет, девчонки. Ну, как ваш визит к Визунчику? В полно. Мы все вопросы урегулировали. У Визунчика рак. Не повезло. Ее зовут Ольга. И она точно не виновата. Ну, что ж, я рад, что тема с балериной раскрыта, закрыта. До вечера. Ну, стой. Что? Я со стола протер, посуду все вымыл. Откуда ты знаешь, что там была балерина? Так вы же сами говорили. Я говорила, товар и статуэтка. Да что там еще это могло быть? Это же совковый фарфор. Откуда ты знаешь, что он совковый? Ты открывал посылку. Курьер сунул мне ее в руки, когда я уезжал. Я ее уронил случайно. Она разбилась. Я не хотел. Смотри, он заикается, когда боится. Правильно боится. А почему ты сразу не рассказал? Я думал, что починю. Ты думал. Он думал. А я оскорбила ни в чем неповинную женщину, умирающую от рака. Простите. Прощение просят, когда понимают свою вину. Что случилось? Дэн разбил бабушкину балерину. И врал, что ни при чем. Зачем? Я просто не хотел усугублять. Некоторые и так меня ненавидят за то, что я просто здесь живу. Ладно, побежал. Окей? Уверен, что больше не хочешь? Спасибо. Я уже реально налопался. По самой гланды. Я так подумала. Может, завтра приготовить плод? Ты не обязана каждый день готовить? Знаю. Но я так благодарна тебе. Да и сейчас у тебя столько проблем. Ох, это точно. А как там монголо-татарское нашествие? А, что? А, она не из Монголии. Продолжает приставать? Типа того. И ты не пожаловался? Ну, это как-то не по-мужски, что ли. А ты не сказал, что тебе это все не нравится? Ну да, толку. Слушай, она точно чокнутая. А еще говорят, что это я сумасшедшая. Никто так не говорит. Говорили. Кстати, я постирала все твое грязное белье и выбросила дырявые носки из-под кровати. Ты лазила ко мне под кровать? Ну да. Я пылесосила. Знаешь, с тех пор, как Дэн ушел, мы стали одна команда. Ой, прости. Наверное, тебе сейчас очень плохо. Типа того. Я всегда буду рядом. Да. Марина. Марина, а пойдемте ужинать? Женя испекла пиццу сама. Сама? И даже добровольно. Мне кажется, что домашний арест ей идет на пользу. Ну так что? Спасибо. Я уже выпила чай с молоком и печеньем. Мне достаточно. Дэн очень переживает из-за балерины. Лучше бы он переживал из-за своего вранья. Да, но он так поступил, потому что… Потому что боится наказания. Все дети так поступают. Я понимаю, вам не нравится, что он постоянно здесь находится. Я этого никогда не говорила. Но я ему позволила здесь остаться просто потому, что у него проблемы с соседом по квартире. Меня это не должно интересовать. Но это и ваш дом. Ты прекрасно знаешь, что Михаил продал квартиру отца и купил этот дом для тебя и детей. Я знаю. В этом доме здесь. Выросли и живут мои внуки. Но это не мой дом. Передай Вирджинию. Пусть не обижается. Я уже поела. Спасибо. Старый выдрый ненавидит меня. И Алка Женька тоже. Артема забыл. Артем тебя тоже ненавидит. Еще и Тин обиделся за этой дурацкой статуэткой, быть она не ладно. Послушай, я вот подумал, съезжай оттуда. Я не переезжал. Точно? Так и надо. Переедешь и все. Конец уже. Сексу наверняка. С чего бы? Я серьезно. Они заманивают нас этим сексом. А потом, а потом раз, и ты стоишь в магазине в очереди за туалетной бумагой, а она дома в бигудях, в твоей любимой футболке, бреет ноги твоим же станком. Где же секс, а? Давид, ты встречался не с теми женщинами. У Тины свой салон красоты, она бреет ноги там. Одно скажу, мой дорогой. Теперь секс у тебя в жизни будет реже, чем Новый год. Привет. Который час? Пол первого. Ты спишь, что ли, уже? Уже нет. Ух ты, класс. Ты убрала мои вещи. Я соскучился. Угу. Ну и ночка выдалась. Что там? Прикинь, реальные пацаны устроили мальчишник перед свадьбой. Так разгулялись, что жених перехотел жениться. Ужас какой. Да ладно, все живы. Как ты вкусно пахнешь. Честно говоря, я уже спала. Серьезно? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Кина дома? Она уже ушла. А Дэн? Спит. А, хорошо, тогда я этот хлам оставлю вам. Мне хлам. Передайте Дэну, что заезжал его старый друг. А это его вещи. Похоже, он не собирается их забирать. Так что я решила их привезти сама. До свидания. Ну что это, а? Зелая наговорила тебе гадостей. А все ведь из-за этого паразита, а? Мелкий гаденок. Он уже хитрый. Так теперь она взяла и поселила его у нас. Просто взяла и поселила. И ничего не сказала. Сказала. У него конфликт с соседом по квартире. Разве она скажет правду? Какая я наглость. Думаю, мне лучше переехать. Ну, никаких нервов не хватит. А дети уже большие. Справятся как-нибудь. У меня здесь есть свободная комната. Ну, если тебе надо. Сюрприз! Понебось, это всего лишь я. О, ты забыл свой обед. Я обедаю в столовке. Я тебе приготовила вкуснейший салат и потушила мясо. Я хотел съесть пиццу. Тебе нельзя есть пиццу. Ты по возрасту в группе риска. Правда? Да. Если будешь продолжать есть, как в тринадцать, а глянуться не успеешь, как вырастет животик. Ты слышала про зеркальную болезнь? Нет. Я такого насмотрела у своих пациентов. А ты у нас врач? Медработник. На полставке, можно так сказать. А ты, Мия, виделись. А я еще и наслышана. О, ты только обо мне и говоришь, проказник. Да, я знаю, как ты ведешь себя с Артемом. Прекращай. Или что? Или потом не жалуйся. Так страшно, аж скучно. Все поняла? Прости, ты говорила что-то важное, я отвлеклась. Так, я с ней. Вопросы еще есть? Да пошла ты, я бы треснула, так сломаешься, купла. Мия! Ты что делаешь? Я знаю, что ты слишком добрая, чтобы защищаться. Но теперь она в курсе, что к чему. Я жду тебя дома к ужину. Ну, я хотел попить пивка вечером. Я хотела тебе сделать что-то особенное. Отпраздновать окончательное избавление от Дэна. В смысле, окончательное? Он забрал все свои манатки. Вот, теперь в квартире только ты и я. Я жду тебя к семье. На самом деле, вы напрасно переживали. У вас прекрасная кожа. Нужно подождать правильный уход. Всего доброго. Все в порядке? Нет, все хорошо, дети в порядке. А, тогда чай у меня есть молоко? Нет, я подумала нам лучше поговорить без детей. Проходите, пожалуйста. Я решила уехать от вас. Куда? Сначала поживу у подруги, она любезно предоставляет мне комнату. Кстати, у нас с ней общий интерес. Да? Это где? Возле аэропорта. Совсем недалеко отсюда. С детьми я по-прежнему буду помогать, а вот все остальное тебе придется делать самой. Угу. Ясно. Что ж, ну, у тебя была достаточно беззаботная жизнь. Если не считать, что я бросил ваш сын. Таше. А что, муж ее оставил с двумя детьми и третьим на подходе? Ух. Угу. Раздеваться, пожалуйста. Я знаю, что Миша поступил некрасиво, но я сделала все возможное, чтобы загладить его вину. Согласна. Марин, я вам очень благодарна, что вы всегда были рядом. Просто хочу, чтобы вы помнили, что этот дом не только вашего сына, но и ваш. Был и будет. Теперь это не так. Марин. Я думаю, если бы ты, ну, хоть чуточку бы постаралась, Миша никогда бы не ушел из семьи. Ну, извини, если было что-то не так. Желаю тебе всего самого наилучшего. Господи, она меня ненавидит. Ну, конечно. У нас же две крови. Твой старый друг привез. Когда? Когда ты спал. Короче, так, придурок. Хорош сопли жевать, пора поговорить, как мужик с мужиком. Слушай, сюда. Сейчас мы с тобой раз и навсегда все выясним. Пиво будешь? Давид, мы вообще-то разговариваем. Вообще-то это бар. Здесь разговаривают только те, кто пьет. Как обычно. Нельзя просто так взять и вышвырнуть меня из моей квартиры. Это не твоя квартира. В договоре аренды нет твоего имени. Твоего тоже нет. А сам договор вообще, он есть? Мы без понятия. Хозяин есть, ему платим. Подселить Светку – это было подло. Но перевести мои вещи Тине… Что? Света сказала, ты приехал сам и забрал свои вещи. Нет, я бы даже не до… Вот тварь. Я мог бы догадаться. Она меня уже достала. Постоянно что-то готовит. Щебечет над духом. Убирается. Нянчится со мною. Коварная. А еще пришла на работу и сбила Мию. Жесть. Тебе-то что-то, ты же ушел. Я никуда не собирался, Вася. Так что, вернешься? Ясен пень, если пустишь. Мы без дураков. Только что со Светкой будем делать? Мы мужики. И мы все разрулим. Ну что, сделаем это, брат? Я готов, брат. Ну, и что ты здесь забыл? Я тут живу. Я здесь живу. Уже нет, уходи. Ты же сам позвонил и спросил мне, хочу ли я снимать с тобой квартиру на пару. Это правда? Я был расстроен. Он сказал, что освободилась комната и я могу в ней жить. Временно. Ты этого не говорил. Но Дэн хочет вернуться. Ну и что? Меня теперь можно выкинуть на улицу, да? Свет, ты можешь поспать на раскладушке пока. Это мой дом, так что нет. И что теперь делать? Может, просто возьмем и выкинем? Она вроде не тяжелая. Вы что? Вы серьезно хотите меня выкинуть на улицу? Постараемся, чтобы бонна не было. Уроды. Тёмыч, ты... Дверь, дверь, дверь же быстрее! Света! Я не выйду! Слушай, это не твоя комната. Твоя, пока я здесь. Что теперь? Может, через окно? Через балкон соседей не дотянемся, я уже пробовал. Черт. Что делать-то? Подождем. Так и состаримся здесь. Время работает на нас. У нас еда, вода, туалет, все ресурсы. Она не сможет там сидеть слишком долго. А как только выйдет, сразу выкинем. Толково придумано. А то... Блин, на работу надо. Не вопрос. Организуем посменное дежурство, а? Будь на связи только. С меня пиво. Давай. Сделаем это, брат. Давай, давай. Не пожрать привези. Лады. Нехорошо рыться в чужих вещах. Привет, ты уже дома? Бабушка нас забрала. А что это? А это игрушка для взрослых мальчиков. А можно поиграть? Нет. А что это здесь делает? Ты у нас спрашиваешь? Тинчик, он все-таки переехал. Получается, он теперь тебе гражданский муж. А нам гражданский отчим? А кто такой отчим? Чмырь. Это неправильно, мам. Говорит, а что убегает из дома по ночам? Я учусь на ошибках прошлого. Тебе 13 лет. У тебя нет прошлого. Есть. Я пытаюсь быть хорошей. Но я на самом деле не хочу, чтобы здесь жил Дэн, мам. Это неправильно. Спасибо за честность. Ништяк идея, Тёмыч. Ну давай, как ты видишь, начнется мои дни. Пока. Слезоточивый газ есть? Нет. Как-то не приобрели. А вот так обычно и бывает. Думаешь, никогда не пригодится, а в нужный момент ничего. Привет, солнце. Привет. Коктейли не надо. Мне Дэна на минуту. Дэна? Что случилось? Значит так, Дэн. Ты знаешь, как ты мне дорог и как я ценю наши отношения. Ну? Я не готова жить вместе. Я не хочу, чтобы ты ко мне переезжал. Так я не хочу и не собирался. Нет? Конечно, нет. Ну, в смысле, не сейчас. Всему свое время. Слава Богу. Ты не обиделась? Нет. Нет, все нормально. Что ты взяла, что я к тебе переезжаю? Вообще-то такие вещи заранее обсуждается, нет? Я знаю. Ну, просто Даша с Юлей мне… В общем, я пришла домой и увидела коробку с твоими вещами. Какой-то Света притащила. Света? С головой вообще не дружит. У нас с Темычем есть план. Вы помирились? Конечно. Мы с друзьями. Ты молодец. Ладно, я пойду, а то Давид ворчать будет. Ну, расскажи мне про план. Беспроигрышный. Что ты там делаешь, придурок? Воздействуй на твое подсознание. Скоро ты захочешь пи-пи. Тут есть пластиковая бутылка, Фрейд. А разве девочки могут туда попасть? Привет. Да, на работе. Он сказал, что у вас тут небольшая проблема. Ну, килограмм на пятьдесят. Сорок девять! Ты вовремя. Мы держим блокаду, а мне срочно нужно в туалет. Осторожишь дверь, чтобы она не выбралась за припасами? Конечно. Светка. Это Тина. Что тебе надо? У тебя там все в порядке? Не все в порядке. Они хотят меня выгнать. Это плохо. Ой, только не надо. Нет, я серьезно, это несправедливо. Может, ты чего-нибудь хочешь? Пить хочется. Я бы перекусила. Ага. Ты покинула пост? Да. Ее нельзя кормить, ты ломаешь весь наш план. Идиотский план. Открывай, это я. Только не пытайтесь меня кинуть. Обещаем, не будем. Еще одна сумасшедшая в доме. У меня проблемы с моей бывшей соседкой по квартире. Я нечаянно переспала с ее парнем, а Артем мне предложил переехать сюда. Я знаю. Я думала, я ему нравлюсь. Он меня просто использовал, чтобы вернуть Дэна. Это нехорошо. Я так старалась, понимаешь? Я так хотела, чтобы было все хорошо. Я так хотела показать, что я очень-очень хорошая соседка. Ну ладно, ладно, все, успокойся. Это уже третья квартира за год. Меня там все дома гоняют. Понимаю. Понимаешь? Нет, я и готовлю, и убираю, и все по дому делаю. А получается только хуже, даже если я ни с кем не сплю. Ты просто подумай, почему все это с тобой происходит. Потому что я доверчивая и наивная. Ну тогда попробуй как-то изменить свое поведение и понять, чего ты хочешь от жизни. Я просто хочу, чтобы меня любили. Может, стоит полюбить себя? Чуточку больше. Ну что ты понимаешь в этом? Ну, что ты понимаю? На самом деле я знаю, как это больно, когда тебя отвергают. А ты заслуживаешь большего, Светка. Это правда. У нас проблема. Твоя Тина заперлась в комнате со Светой. Принесла ей еду и воду. Весь план на смарку. А что они там делают? А я знаю. Вроде разговаривают, но через дверь не слышу. Но Светка больная, может и напасть. Так, сиди там. Жди, понял? Я сейчас приеду. Так, стой, у нас движение. Ты цела? Я-то в порядке, а вот Света нет. Очень расстроена из-за того, как ты с ней обошелся и ждет от тебя извинений. От меня? Да, за то, что ты меня использовал и не отнесся с уважением. Ты тоже меня использовала. Как? Ты получила комнату. Только потому, что ты хотел позвить Дэна, чтобы он вернулся. Так, все, тихо-тихо-тихо, успокоились все. Ты что, не можешь просто взять и извиниться? Ей это действительно нужно. Серьезно? Серьезно? Да. Ладно. Извини. Честно? Теперь сидишь? Ему плевать! Все будет хорошо. Но для начала нужно собрать твои вещи. Дина, спасибо. Спасибо, что разрешила мне пожить и тебя. Ты замечательная. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...